Сегодня темой нашего вебинара будет законодательство Украины о безопасности пищевой продукции и разберем мы сегодня требования к производителям первичной продукции пчеловодства. И в начале нашего вебинара я хочу поблагодарить украинский проект бизнес развития плодовощеводства UHBDP за предоставленную возможность проведения данного вебинара. С вами в ближайшие 30-40 минут буду я, специалист по внедрению стандартов Андрей Гармаш. Итак, как я уже сказал, героями нашего сегодняшнего вебинара будут производители первичной, я подчеркиваю, первичной продукции пчеловодства. Причем мы постараемся разобрать, какие же требования предъявляет украинское пищевое законодательство к производителям всех возможных форм собственности. Вы, наверное, как никто другие знаете, что украинское законодательство, которое регулирует работу пчеловодов в Украине, довольно обширная, работу регулирует множество законодательных актов, множество подзаконных актов. Не так давно был принят закон о органической продукции, который также охватывает деятельность органических пчеловодов. На сегодняшний момент разрабатываются законодательные подзаконные акты, касаемые пищевой продукции, пересматриваются давние законы, вносятся изменения. Все это связано, конечно же, с вопросами евроинтеграции. Поэтому на сегодняшний день все законодательство, которое в Украине рассматривается, изменяется, очень будет похоже на законодательство Европейского Союза. Для того, чтобы уменьшить количество технических барьеров, которые возникают при торговле между странами, для того, чтобы свести к самому минимуму то количество нетарифных требований, которые между странами различаются. Да, видео не будет сегодня, интернет не очень хороший, поэтому сегодня без видео. Но будет презентация. Итак, на сегодняшний день в Украине действует, как я же сказал, масса законодательных актов, которые тем или иным способом регулируют определенную деятельность пчеловодов. Это и, конечно же, закон про пчеловодство, это и про ветеринарную медицину и другие законы. Но сегодня мы, я повторяю, будем рассматривать те законодательные акты, которые касаются непосредственно безопасности пищевой продукции и определенных показателей качества пищевой продукции. Также мы заденем немножечко закон Украины номер 2042 про государственный контроль за соблюдением законодательства про пищевые продукты. Почему? Потому что в данный закон вынесены требования, которые касаются ответственности производителей пищевых продуктов. Данный раздел ответственности раньше был в законе номер 771 про основные принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов. Но на сегодняшний момент он вынесен в отдельный закон, и это в действительности правильно, потому что закон покрывает полностью деятельность государственных контролирующих органов, их обязанности, ответственности, а также ответственность производителей пищевых продуктов. Кроме законодательных актов действует очень много приказов, постанов, порядков, правил, которые также регламентируют и являются дополнением к законам Украины касаемо общеловодства. У вас в видео будет данная презентация, вы можете все эти законодательные и подзаконные акты скачать, либо посмотреть, изучить на сайте Верховной Рады, они выложены в свободном доступе, их свободно можно закачать, ознакомиться, изучить, что там еще можно с ним сделать. Пожалуйста, на ваше усмотрение можете сделать. Сейчас на них подробно останавливаться не будем, а вернемся к вопросам именно безопасности пищевых продуктов. Итак, если мы берем закон номер 771, это главный закон в законодательстве про основные принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов, то закон изначально определяет, кто же такие операторы рынка пищевых продуктов. А операторами рынка пищевых продуктов в соответствии с данным законом являются любые субъекты, которые проводят свою деятельность с целью получения прибыли, либо без цели получения прибыли, но проводят свою деятельность в направлении производства пищевых продуктов. Это может быть первичное производство, это может быть реализация пищевых продуктов, переработка, хранение, транспортировка. То есть все те лица, которые каким-либо образом касаются пищевого продукта, они все являются операторами рынка пищевых продуктов. Дальше. Что же такое обращение пищевых продуктов? Под обращением на рынки пищевых продуктов появляется реализация, любая реализация пищевых продуктов, любое хранение пищевых продуктов, любая передача без оплаты, либо с оплатой. Неважно. То есть любое действие с продуктом, любое отчуждение является по законодательству украинного пищевых продуктов является понятием таким как обращение. К обращению не относятся лишь несколько понятий. К обращению не относятся извлечение продукта из цепочки продаж для его переработки, для изменения конечной цели использования данного продукта. Например, для меда таким изменением может быть передача меда для производства каких-то лекарственных препаратов, либо же передача меда для производства спиртных напитков, к примеру. С этим понятно, что является оператором рынка и что является по данному закону понятием обращения хранчевых продуктов. Ставим блюзики, если все хорошо и все понятно на сегодняшний момент. Отлично. Дальше. Кто же такой конечный потребитель? Конечный потребитель – это тот, кто в конце концов будет кушать продукт, который был произведен. В данном случае мы говорим о личном продукте пчеловодства – это мед. То есть конечным потребителем данного продукта является человек, который будет данный продукт кушать. Пойдем дальше. Значит, как вы знаете, у нас на рынке пищевых продуктов есть несколько вариантов представления организационной структуры оператора рынка. Это может быть юридическое лицо, это может быть физическое лицо, это может быть особисто селянское господарство, и это может быть физическое лицо. Значит, мы сегодня попытаемся разобрать всех. При этом сделаем упор на тех, повторяюсь, кто производит первичную продукцию пчеловодства. Те, кто перерабатывает мед, тех рассмотрим деятельность на следующем вебинаре, который у нас состоится чуть-чуть позже. Релиз будет предоставлен, анонс будет сделан, поэтому, пожалуйста, следите за новостями. И вернемся к законодательству. Значит, в соответствии с четвертым разделом данного закона и статьей конкретно 21, вы можете для застосования постепенно действующих процедур, основанных на принципах системы анализа небеспечных факторов в таком контроле в картичных точках. Операторы рынка обязаны внедрить у себя на производстве постоянно действующие процедуры ХАСП. Данный пункт закона относится к операторам рынка, которые осуществляют переработку продукции, то есть переработку меда. Те, кто производит первичный продукт, к тем относится пункт 2 данной статьи. Вимоги частини первой не поширюются на операторах рынка, что совершают первинное производство, а также проводят, связанно с производством, дяльность, в частности, транспортирование, зберегание и обработку первинной продукции в месте первинного производства, за умов, что при этом не изменится суть первого станка таких продуктов. То есть мы понимаем, что производство меда, выкачка и хранение в таре без того, чтобы подвергать мед температурному воздействию, либо от каких-либо других воздействий, типа кремования и так дальше, смешение, изготовление коктейлей медовых. Все операции, которые воздействуют на мед и изменяют его форму, структуру, характеристики, все операции, которые изменяют продукт, все относятся к пункту 1. Первичное производство относится к пункту 2. То есть те, кто производит первичный продукт, не обязаны у себя на предприятиях, у себя на пасехах внедрять процедуры ХАСП. То есть уже на сегодняшний момент для первичных производителей уже легче. Тяжелее тем, кто перерабатывает, но о них будет дальше. Значит, с этим ясно? Если ясно, ставим плюсики. Если нет, пишем вопросы. На вопросы будем отвечать в конце вебинара. Дальше. Статья 22. Вымоги до операторов рынка стосовно забеспечения простой желанности. Каждый оператор рынка, вне зависимости от того, первичное производство, либо же переработка продукции, либо транспортировка, либо продажа продукции, должен обязательно соответствовать требованиям про прослеживаемость. То есть каждый оператор рынка должен сказать, должен в любой момент показать, кто является его поставщиком и кто является его покупателем. Если к оператору рынка пришли представители Дэшпромс пожирслужбы, которая является контролирующим органом в соответствии с законом 2042, и задают вопрос, кто же является вашим поставщиком, оператор рынка должен показать документы, которые подтверждают, что его поставщиком являются вот такие организации, и документы, которые подтверждают, что его покупателем являются вот такие организации, либо хозяйство, либо другие формы бизнеса. Дальше. Значит, если мы сейчас говорим о хозяйствах, о пасеках, о пчеловодах, которые работают на бизнес, то есть содержат пасеки для того, чтобы получать доход, это может быть и юридические лица, и физические лица предпринимателей, ФОПы, и даже ОСГ, которые излишек своей продукции имеют право в соответствии с законодательством, в соответствии с законом Украины о событиях в сельянских господарствах, продавать все эти формы собственности должны быть зарегистрированы в государственных реестрах. Дальше есть разделение. Либо же зарегистрироваться в государственном реестре мощностей, либо же получить эксплуатационное разрешение. Почему-либо же? Значит, в соответствии с законом 23 про эксплуатационный дозвил. Пунктом 1. Эксплуатационный дозвил отримует аппаратурю рынку, что проводит деятельность, повязанную с выработством або сбереганием харчевых продуктов творенного походжения. Так как производство меда является производством продуктов творенного походжения, то по идее каждый оператор рынка должен получить эксплуатационный дозвил. Но в соответствии с пунктом 2 статтей 23 ограничиваются такими требованиями. Обовреждения потребования эксплуатационного дозвил не поширюются в частине відповедной деятельности на операторе рынку, які здействуют первинное выработание харчевых продуктов творенного походжения, а также повязанную жизненную деятельность, зокрема, зберегание, та зберегание харчевых продуктов творенного походжения, которые не потребуют дотримания температурного режима и могут зберегаться при температуре выше 10 градусов, оставшись придатными для споживания людинной. Тобто, все производители меда, которые продают свою продукцию как сырье, в соответствии с пунктом 2 ст. 23, не обязаны получать эксплуатационный дозвил на свою деятельность. Вместе с тем, в соответствии со ст. 25 Державная реестрация потужностей. Державная реестрация подлегает потужности из производства та або обегу харчевых продуктов, на которые не требуется получение эксплуатационного дозвола. То есть, несмотря на то, что мы как производители первичной продукции не обязаны получить эксплуатационный дозвил на свою пасеку, тем не менее, мы обязаны зарегистрироваться в государственном реестре мощностей. Что для этого надо? Это очень, в общем-то, легкая процедура. Ее можно произвести в соответствии с положениями данного закона. Там все описано, как все делается. Для этого есть два варианта. Можно зайти на сайт Держпромс поживслужбы и зарегистрироваться онлайн. Либо же прийти в территориальное отделение Держпромс поживслужбы по вашему месту проживания и подать заявление на регистрацию вашей мощности. Этот пункт в законе подразумевает декларативную регистрацию. То есть производитель самостоятельно приходит и заполняет декларацию, заявку на то, чтобы его включили в государственный реестр мощностей. Заявка очень легкая, в ней ставятся галочки напротив тех пунктов, которые соответствуют вашему производству. Регистрация занимает от 10 до 15 минут и не требует финансовых вложений в данную процедуру. она является совершенно бесплатной. При этом государственная Держпромс поживслужба обязана в определенный срок рассмотреть вашу заявку и если все с ней хорошо, значит поставить вас на государственный учет. При этом вы появляетесь в едином реестре, который доступен онлайн, его можно просмотреть, ознакомиться с ним. Каждому производителю выделяется определенный порядковый номер и данный производитель является официально зарегистрированным в данном реестре. С регистрацией понятно? Iron City, если пасечник переработал мед в Крем мед, недостаток государственной регистрации потужности. Нужно отримать дозволь, так как в соответствии с законом Украины если мы переработали мед в Крем мед, то он поменял свои характеристики. Поэтому мы обязаны получить эксплуатационный дозволь. По поводу расфасовал, если человек расфасовал продукцию, но при этом не наклеил этикетку, значит тоже все хорошо, надо просто получить разрешение, разрешение получать не надо, надо просто зарегистрироваться. Могут ли отказать в регистрации? В общем-то могут, в соответствии законодательства могут, но я не слышал ни одного прецедента, когда отказали бы. При регистрации не выдаются никакие подтверждающие документы, подтверждением является появление вашего предприятия, отображение вашего предприятия в реестре, который доступен онлайн на сайте Дэш-Промс поживслужбы. Едем дальше. Немножечко отойдем от закона Украины про безопасность пищевой продукции и подойдем к приказу Минагропромполитики Украины номер 184 от 2000 года про подтверждение нормативно-правовых акций в питании развития бджелинства. В соответствии с данным подзаконным актом устанавливается и принимается утверждаются такие документы план породного руйнования бджел порядок выдачи ветеринарного санитарного паспорта пасеки порядок реестрации пасек и правила ввесения в Украину и вывезения из ее межи бджел и продуктов бджелинства. Это тот приказ в соответствии с которым каждая пасека должна получить свой ветеринарный паспорт. В соответствии с данным приказом каждая пасека должна быть зарегистрирована. Делаю ударение на то, что эта регистрация отличается от той регистрации, которой я вам говорил о получении эксплуатационного дозвилу та про регистрацию в едином реестре производственных мощностей. В соответствии с данным приказом каждая пасека вы знаете наверняка и наверняка у каждого из вас, кто имеет свою пасеку, есть понимание и знание того, что каждая пасека должна иметь свой паспорт, которая выдает Держпром споживслужба, либо раньше это была ветеринарная служба, сейчас они объединились и ветеринарная служба входит в состав Держпром споживслужбы и регистрацию пасеки необходимо произвести в вашем региональном государственном управлении то есть либо в сельсовете либо в горсовете куда относится адрес где вы проживаете это отдельная регистрация значит по поводу отремоня эксплуатационного дозволу значит в законе номер 771 если мы вернемся на слайд назад в законе номер 771 в статье номер 23 указан порядок получения эксплуатационного дозволу для этого тоже подается запрос Держпром споживслужбу Держпром споживслужба выделяет своего специалиста ветеринарного инспектора который проводит анализ инспекции вашей пасеки анализ ваших документов которые вы предоставляете при подаче заявки на отремоня дозволу и после этого выдается разрешение сам эксплуатационный дозвол при этом хочу подчеркнуть что когда пасеке выдается эксплуатационный дозвол не пасеки когда эксплуатационный дозвол выдается на выробництво то при этом автоматически выробництво регистрируется в реестре мощностей дополнительная регистрация в реестре мощностей для данного предприятия не нужна значит идем дальше возвращаемся к закону 771 и идем дальше после тем который наиболее актуальный на сегодняшний момент для ознакомления всеми производителями первичной продукции значит для тех кто свою продукцию отправляет на экспорт самостоятельно отправляет на экспорт я не имею ввиду тех пасечников которые отдают свою продукцию продают свою продукцию тем кто отправляет продукцию на экспорт Это для тех, кто самостоятельно отправляет продукцию на экспорт. Статья 26. Потуженность из выработки харчевых продуктов, призначенных для экспорта из Украины. Далее экспорт потуженности затверджуется компетентным органом, если это требуется к краинам призначения. Уточнение, если это требуется к краинам призначения. Но на самом деле, если вы отправляете на экспорт свой мед, значит обязательно вы будете регистрироваться в реестре экспортных мощностей. Дальше. Раздел 6. Выработка обе харчевых продуктов. Статья 32. Очень показательная, потому как многие у нас слышали о том, что есть некий закон про безопасность и качество пищевых продуктов, в соответствии с которым каждый производитель должен сертифицировать свое производство на соответствие ХАСПу. Сразу тут же две ошибки в данном утверждении, потому что, во-первых, в соответствии с данным законом Украины, в соответствии с 32 статьей, пункта 2 данной статьи, сертификация харчевых продуктов не обовязково. Поэтому, значит, изначальное утверждение о том, что все производства должны быть сертифицированы, неверное. Нету в законах Украины обязательного условия сертификации продукции вашего производства. Нету обязательного требования сертификации вашего производства. Потому как, да, вы должны понимать, что, кроме всего прочего, есть разница между сертификацией продукции и сертификацией производства. Это два разных понятия. И в соответствии с данным законом ни одно, ни второе не требуется от производителя пищевых продуктов. С этим понятно, это очень важный вопрос. Сертификация не нужна. И второй вопрос. Значит, опять же, сертифицироваться в соответствии с ХАСП. Вообще нету понятия сертифицироваться в соответствии с ХАСП. Нету такого понятия. Оно неправильное, неверное и вообще странное. Значит, сертифицироваться можно в соответствии с стандартом, например, ДСТУ-ИСО-22000. Частью которого является требование относительно ХАСП. Но никак не сертифицироваться на соответствии с ХАСП. Идем дальше. Значит, обе харчевых продукты на агропродовольчих рынках. Статья 36. Тоже очень показательная статья. Потому что агропродовольственные рынки, на которых продают любую продукцию продовольственного назначения, деятельность данных рынков, она также подпадает под закон номер 771, о том, о котором мы говорим сейчас. В соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 данной статьи, реализация продуктив творожного походжения на агропродовольчих рынках дозволяется письма проведения анализа продуктив в аккредитовании лаборатории на территории рынка до подтверждения державным инспектором самого факта проведения анализа и результатов данного анализа. То есть, каждый рынок должен соответствовать закону Украины о безопасности пищевых продуктов. Первое. Второе. На каждом агропродовольственном рынке должна быть аккредитованная лаборатория, которая обязана производить анализ всех продуктов пищевых, в том числе домашнего происхождения, производства. На каждом, третье, на каждом агропродовольственном рынке должен быть закреплен государственный инспектор за каждую лабораторию. Государственный инспектор будет контролировать те заключения, которые будет выдавать лаборатория и будет на нем ставить свою отметку о том, что да, все хорошо, данную продукцию можно реализовать на данном рынке, данную привезенную продукцию можно будет продавать. Каждый приезд должен будет регистрироваться, то есть, каждую продукцию, которую вы привезли в следующий день, она должна будет проходить лабораторный контроль. Обязательно. Значит, для каждого агропродовольственного рынка есть отсрочка по введению данных двух пунктов о наличии аккредитованной лаборатории и о наличии государственного инспектора. Данная отсрочка предоставлена государством в соответствии с данным законодательством до 20 сентября 2019 года. С 20 сентября 2019 года, если рынок не имеет у себя на территории лаборатории аккредитованной, не имеет государственного инспектора, данный рынок является вне закона, он не будет работать. На агропродовольственном рынке имеют право продавать свою продукцию все, как физические лица, так и ОСГ, ФОПы, юрлица, все имеют право продавать свою продукцию. Первинную, непервинную, переробленную, непереробленную. Исключением является, вернее, не исключением, дополнением является требование о проведении контроля. То есть, если продукция является первинной, значит, она обязательно должна быть проконтролирована в лаборатории. Если продукция произведена физическим лицом или юридическим лицом, переработана, на данной продукции имеется ярлык, бирка, лейба, этикетка, на которой нанесена информация по данному продукту, информация о производителе данного продукта. И данная информация соответствует закону Украины про маркировку. Кстати, требования по маркировке также имеются в данном законе, о котором мы сейчас говорим. Значит, данные продукты в априори считаются проверенными на предприятии. И данные продукты проверять на рынке нету требований. Проверяются только те продукты, которые произведены и не проконтролированы. То есть, первичные продукты, либо произведены в домашних условиях. Дальше. Значит, статья 37. Вымоги до обегу объектов санитарных заходов. Пункт 7. Если еще не предъявлено законом, единым документом, который должен проводить объекты санитарных заходов, а это в данном случае является мед у первичных производителей, в ходе их перевезения, переселения, не связанного с действием экспортных или импортных операций, есть товарно-транспортная накладная. Однако для продуктов жильниства, додатково, необходимый ветеринарный санитарный паспорт, пасики. Это уточнение непосредственно для продуктов пчеловодства. Значит, если мы говорим о физических лицах и о ОСГ, то, конечно же, у них не будет товаро-транспортной накладной, поэтому спрос к ним самый-самый лояльный. В соответствии с законом Украины ООСГ, они вообще не подпадают под налоговое законодательство, поэтому к ним спрос очень лояльный. К ним не требуется данного документа. То, что касается физичных ОСИП предприемцев, это юридичных ОСИП, они обязаны иметь товаро-транспортную накладную и обязательно тоже, конечно же, ветеринарный санитарный паспорт пасеки. Особенно данный пункт касается перевозки продуктов, которыми вы собираетесь торговать, за пределы своего региона проживания. При выезде в другую область это очень важно, иметь при себе товаро-транспортную накладную и ветеринарный санитарный паспорт пасеки. Дальше. Статья 39. То, что я недавно говорил вам о маркировке пищевых продуктов. В соответствии с 39 статьей можно увидеть, какие конкретные требования предъявляются к маркировке продукции. Пункт 1 данной статьи говорит о том, что забороняется оба харчевых продуктов, маркувания каких не відповідає вимогом законодавця про безпечність, кроме показники якості харчевых продуктів. То есть, если вы, как производитель переречной продукції, разлили свой мед, ну, к примеру, там, в ведро пластиковое, в банку, неважно, какую это емкость, и на данную емкость наклеили этикетку, что это мед, например, квитковый, значит, к вам никаких особых проблем не будет. Если вы к данной этикетке указали, что произвел данный мед такой-то, такой-то, и указали свой контактный телефон, адрес, название пасеки, название ФОП, название юрлица, и больше ничего не указали, значит, вы однозначно нарушаете данный закон в части маркировки продукции. Значит, либо все, либо ничего. Допускается на продукте сделать отметку, что это вот этот продукт, мед квитковый, либо мед акатсийный, либо мед еще какой-то, и все, больше ничего. В противном случае мы нарушаем статью 39 данного закона. Пункт 2 данной статьи маркувание харчевых продуктов должно обеспечить споживачу информацию, которая дает ему возможность сделать выбор харчевых продуктов соответственно потреб споживача. Значит, данный пункт показывает, что, в общем-то, все законодательство, и в частности данный закон законодательный акт, разработан и для покупателей продукции. Он заботится о покупателе данной продукции и заботится о том, чтобы покупатель мог произвести осознанный выбор. И для этого он требует с производителей полной маркировки данного продукта. У нас, кроме данного законодательного акта, есть еще регламент про маркировку продукции. При этом, в отличие от стандартов, регламенты в Украине являются обязательными к исполнению. Дальше, да, кстати, аллергены также указываются на продуктах обязательно, потому что аллергены являются забруднюю, рычевыною, биологичную. А так как вы знаете, что мед, в общем-то, сам по себе является аллергеном, довольно серьезным, и люди, которые имеют аллергические реакции на продукты питания, в том числе, должны понимать, что мед является аллергеном и должны понимать из этикетки, что мед может вызвать аллергическую реакцию у лиц, которые склонны к проявлению аллергических реакций. Дальше, статья 40. Загальни вымоги до аппаратов рынка, которые действуют первое на выработку и выведение записей в счет обеспечения безопасности харчевых продуктов. Уточняю, все те, кто занимается пчеловодством на бизнес-основе, я так понимаю, что сегодня на вебинар пришли те люди, которые в большинстве в своем занимаются пчеловодством как бизнесом, должны понимать, что законы обязывают их к определенным движениям, в том числе и к регистрации действий, которые они производят на пасеке. Наверняка многие из вас где-то в тетрадочках записывают то, какие они операции провели на пасеке на своей обработке, защиту или лечение своих пчел, регистрируют места, где данная пасека стояла с такого по такой-то момент. Значит, это все правильно, это хорошо, это правильные практики, но в соответствии со статьей 40-й есть обязательные требования по ведению записей. В частности, пункт 6. Операторы, еще занимаются первым выработницам хорчевых продуктов творенного походжения, выйдут в записи счета. Выйду и походжения кормив. То есть, здесь требования по регистрации места, где мы своих пчел выгуливаем, выкармливаем, какие они, где они выпасаются, скажем так, чем вы их докармливаете, необходимо регистрировать. Заведите себе журнал, неважно какой, это может быть вплоть до Excel-файла, в котором вы будете записывать, где вы выгуливаете своих пчел, что вы им даете, чем вы их подкармливаете, это будет подтверждением выполнения данного пункта. регистрация ветеринарных препаратов для ваших пчел, когда вы их используете. Обязательно данные препараты должны быть разрешены для использования на пчелах, и вы обязаны регистрировать, каким препаратом вы обработали, какое действующее вещество, когда вы их обработали, и обязательно результат. Помогла данная обработка или не помогла? Во-первых, это будет полезно и для вас, как для производителей, и также это будет подтверждением ваших действий по регистрации, по ведению записи. Дальше, наявность хвороб творын, який может вплынуть на обеспечность хорчевых продуктов. Во-первых, если вдруг, все вы прекрасно знаете, что если вдруг у вас на пасеке произошла какая-то беда с пчелами, пчелы заболели, вы обязательно должны сообщить об этом ветеринарному врачу, который ответственный за вашу пасеку, потому что если вдруг случилось так, что произошел мор пчел, к примеру, не дай бог, или вы пчелы заболели, и это выплыло в Держпромс поживслужбе, и вы об этом не заявили, то к вам будут большие проблемы со стороны ветеринарной службы. Кроме этого, понятно же, болезни пчел могут также влиять на безопасность пищевых продуктов, то есть на дальше самочувствие тех, кто будет кушать данный мед. Конечно же, это не ко всем болезням относится, но тем не менее. Все болезни надо регистрировать опять же в журнале обязательно у себя, не важно, это бумага будет, если кто не дружит с компьютером, пожалуйста, это может быть какой-то бумажный журнал, регистрировать, это очень важно. Дальше, результаты исследований. Если вы как, допустим, физическое лицо, либо как юридическое лицо проводите испытания, исследования своего меда на соответствие, ну, к примеру, ДСТУ про мед, в котором есть определенные показатели качества продукции, значит, вам необходимо те показатели, которые вы получили после испытания, обязательно себя регистрировать и регистрировать ваши действия. Что же дальше? Эти показатели хорошо, вас это устраивает, либо это плохо, и вы что-то должны сделать с данным продуктом, либо на будущее какие-то принять действия для того, чтобы исправить данную ситуацию. Если же вы свою продукцию контролируете на рынке пищевых продуктов, на агропродовольственном рынке, значит, вы обязательно тоже регистрируете что на рынке такого-то числа продукция в таком-то объеме была подвержена контролю, и вот результаты вот такие. То же самое относится к пункту 5 данной статьи по регистрации записи относительно ведения проверок животных либо пищевых продуктов. В общем-то, это перекликается с пунктом 4 то, о чем мы с вами говорили. Все проверки, которые проводятся у вас на производстве, регистрируйте, это будет вам подтверждением того, того, что у вас все на предприятии хорошо, к вам на данный момент проблем нету, с вашей продукцией все замечательно. Потому что бывает так, что люди купили какую-то продукцию, поставили ее к себе на хранение, через полгода ее скушали, там были немытые руки или еще что-то, получили какую-то проблему пищевого тракта, заявили Дэшпромс, пожилслужбу, о том, что вот мы покупали этот мед у этого производителя и вот теперь вот такая-то беда. во-первых, вы можете подтвердить, что на данный этап времени, на данное время вы контролировали свою продукцию вот в таком-то, в такой-то лаборатории и эта лаборатория подтвердила, что с вашей продукцией все хорошо. Эти записи, они полезны не только для Дэшпромс, пожилслужбы, но и для вас. Вы не только соответствуете законодательству, но и вы для себя подтверждаете, что ваша продукция на данный момент безопасна либо же качественна, если вы делаете проверку на соответствие с ДСТУ. Да, хочу сделать еще одно ударение и вернуться немножечко назад по вопросу сертификации продукции. Значит, хотя на сегодняшний момент в соответствии с законодательством Украины все стандарты в Украине являются необязательными к внедрению, несмотря на это, если вы у себя на упаковке вашей продукции указали, что ваша продукция соответствует ДСТУ такому-то, либо техническому условию такому-то, если вы разрабатывали данные технические условия, документы, то с того момента, как вы на своей продукции указали, что она соответствует ДСТУ либо ТУ, данная ДСТУ либо данная ТУ становится обязательным для вас к исполнению. Почувствовали разницу, да? Если мы не ссылаемся на какой-то нормативный документ, значит, все хорошо. Для нас этот нормативный документ является необязательным. Если мы сослались, показали на своем продукте, что данный продукт соответствует, значит, автоматически данный нормативный документ становится для нас обязательным. Не обязательным к сертификации, но обязательным к исполнению. Если вы услышали меня и поняли, о чем я говорю, пожалуйста, поставьте плюсики, это очень важный момент. Да, спасибо, я вижу. Идем дальше. Значит, дальше в законе Украины номер 771 идут целая серия статей, которые регламентируют гигиенические требования к производству вашей продукции. Эти гигиенические требования, они равноценны, равнозначны и к производителям первичной, и к производителям переработчикам продукции, и ко всем остальным в цепи поставок. За исключением того, применимы они для вас, либо неприменимы. Они очень конкретные данные статьи, данные требования. Я очень всем рекомендую зайти на сайт Верховной Рады, скачать данный закон, либо в онлайне познакомиться с данным законом, познакомиться с данными гигиеническими требованиями. Они обширные, но тем не менее очень конкретные. Мы сейчас на них останавливаться не будем, потому как это займет часа два времени, для того, чтобы их разобрать для каждого конкретного случая. Поэтому знакомьтесь, пожалуйста, обязательно знакомьтесь с этими гигиеническими требованиями. Если у вас возникнут вопросы к данным требованиям относительно вашего производства, пожалуйста, в конце нашей презентации будет представлен адрес электронной почты мой, также вам Максим Алексеенко предоставит адрес электронной почты USBDP, куда вы можете писать ваши вопросы, которые у вас возникают при рассмотрении данного закона, какие-то ваши непонимания. Пожалуйста, пишите, будем вместе разбирать данные непонимания и, конечно же, если вдруг будет большое количество вопросов, то мы устроим конечно же вебинар на тему гигиены обязательно. Поэтому на сегодняшний момент мы не останавливаемся на данных требованиях, я очень вас прошу всех ознакомиться с ними самостоятельно и в случае необходимости мы, конечно же, вернемся к этому вопросу и рассмотрим гигиенические требования отдельно. Значит, вот уже Максим вам предоставил электронную почту, на которую вы можете писать свои вопросы и относительно данного вебинара и предложений и вопросов по поводу дальнейших вебинаров, пожалуйста, можете туда отправлять, мы будем рады очень их услышать. идем дальше. Значит, кроме требований гигиены есть приказ Министерства агрополитики от 2012 года за номером 491 про утверждение ветеринарно-санитарных требований к мощностям по производству продуктов пчеловодства. Значит, заранее оговорюсь, что хоть данный закон и новый, но, к сожалению, он учитывает в большинстве своем требования к мощностям по переработке продукции пчеловодства и мало учитывает требования мелких производителей первичной продукции. На данный момент над этим приказом работают специалисты для того, чтобы можно было данный приказ исправить учесть требования к малым производителям, учесть требования к производителям первичной продукции. Поэтому на нем мы сейчас тоже останавливаться не будем, но хочу, чтобы вы знали, что такой приказ есть. В нем предоставлены тоже очень конкретные требования к производству относительно ветеринарных и санитарных требований именно к производству. Пожалуйста, скачивайте данный закон, знакомьтесь с ним тоже, для того, чтобы понимать, насколько вы не соответствуете данному закону, либо данному подзаконному акту, либо данный подзаконный акт не учитывает ваше производство. данные вопросы вы также можете писать на мой электронный адрес, либо на адрес проекта, мы тоже будем с этим разбираться и попытаемся повлиять на данный вопрос. Поедем дальше. Один из важных законов и главных законов для каждого пчеловода это закон Украины номер 1492 2000 года со всеми изменениями и дополнениями которые были приняты за это время закон про пчеловодство. Значит в соответствии с разделом 4 данного закона и статьей 19 есть требование о том что все продукты пчеловодства перед их реализацией должны быть подвержены санитарно-ветеринарной экспертизе. Значит эти требования данного закона они пересекаются с требованиями закона 771 про проведение анализа продукции на рынке и предъявляют дополнительные требования к тем кто производит продукцию перерабатывает продукцию пчеловодства к ним обязательное требование если вы продаете свою продукцию не на рынке агроподовольственном и самостоятельно не контролировали данную свою данную продукцию вы обязаны самостоятельно сдать свою продукцию на контроль либо на своем предприятии организовать лабораторию которая будет проводить данные испытания вашей продукции либо же установить у себя на производстве определенные промежутки времени в соответствии с которыми вы должны получить свою продукцию на ветеринарную санитарную экспертизу и конечно же куда же без этого по данному закону устанавливается ответственность за нарушение данного требования то есть реализация продукции пчеловодства без проведения санитарно-ветеринарной экспертизы либо ответственность за то что мы уклоняемся от проведения данной экспертизы опять же если мы говорим о том что вы привезли свою продукцию на продовольственный рынок и ваша продукция была подвержена испытаниям лаборатории значит к вам положение статьи 19 положение статьи 38 не относится к данному закону значит Игорь по отношению к интернет магазинам здесь тоже неоднозначные закона нет есть закон Украины который регламентирует продажи но относительно продажи пищевых продуктов через интернет в данный момент в данный момент времени этот вопрос не охвачен ни одним законодательным актом но как бы мы можем не радоваться эти вопросы рассматриваются и в конечном итоге обязательно вопрос продажи пищевых продуктов через интернет будет законодательно рассмотрен и будут конечно же введены ограничения по данному поводу если не ограничения то требования по реализации продукции через интернет на данный момент не регламентирован не регулирован данный вопрос дальше я прошу прощения значит закон Украины про государственный контроль за соблюдением законодательства про пищевые продукты это закон Украины номер 2042 очень скажем дорогой закон для производителя пищевых продуктов потому что как раз в соответствии с данным законом будет подвергаться санкциям все производители которые нарушают положение ответственности данного закона в частности статьи номер 65 очень большой закон он описывает деятельность ДЭШ промспожив службы описывает обязанности полномочия также описывает права производителя также описывает в каком случае производитель может не пустить к себе на производство проверяющего кстати есть даже такое если вдруг проверяющий ветеринарный инспектор не имеет с собой всех необходимых документов которые установлены законодательным актом значит вы как производитель можете не пустить к себе на производство ветеринарного инспектора в соответствии с данным законодательным актом это наверное единственная возможность или, скажем, условия, когда на предприятии законодательно обоснованно ветеринарный инспектор может не попасть. Итак, значит, разберем или озвучим, или разберем некоторые положения статьи данного закона. Значит, операторы рынку несут ответственность за такие правонарушения. Нарушение установлено законодательством гигиенических требований. Это те требования, о которых я вам сказал, что, пожалуйста, ознакомьтесь все с этими требованиями к производству. Либо же продажа, либо же обеих, не только продажа, обеих харчевых продуктов, их счет и становлюсь загрозой для життя по здоровью люди на ботворы. Почему твары? Потому что действие данного закона распространяется также и на корма для животных. Дальше, выработка обеих харчевых продуктов, обе кормив с використанием незареєстрованої потужности, якщо обовязковость регистрации установлена законом. Значит, с вами мы разбирали, что обязательно вы, как производитель пищевой продукции, регистрируйтесь либо в реестре потужностей, либо следующий пункт будет, либо получаете эксплуатационный дозвіл, если вы перерабатываете продукцию пчеловозства. То есть, если вы не зарегистрировались в едином реестре потужностей, случилось так, что Держпост-пожевслужба определила вас, как производителя конкретной пищевой продукции, от которой пострадал человек. И к вам пришли с проверкой, и вы не зарегистрированы, значит, в соответствии с пунктом, о, статьей 65 данного закона, на вас наложат ответственность, в том числе финансовую. Значит, виробництво и сберегание харчевых продуктов, або кормить без отримания эксплуатационного дозвола. Аналогичный пункт, останавливаться тоже не будем, если вы обязаны получить эксплуатационный дозвол, то вы обязаны получить, никуда вы не дейтянитесь из подводной лодки. Дальше. Не выконание, визначенного законом, обовязку щедо впроваджения на потужностях постійно дейчих процедур, заснованных на принципах системы анализов и безопасных факторов автоконтролю в кратичных точках. ХАСП. Если вы переработчик продукции, значит, обязательно у себя на производстве вы должны внедрять, разрабатывать данные процедуры. Если вы производитель первичной продукции, то к данным пункт вам не относится. Напоминаю еще раз, что для тех, кто является переработчиком, мы сделаем дополнительный вебинар, отдельный, потому что это целая тема ХАСП, к этому надо идти, над этим надо работать, поэтому сегодня говорим о первичном производстве. Дальше. Реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству. Мы говорили, да, сегодня мы уже о том, что если мы маркируем продукцию, то мы маркируем продукцию. Если мы не маркируем продукцию, то мы не маркируем продукцию. Если мы замаркировали продукцию, то мы обязательно должны быть зарегистрированы в реестре потужностей, иначе никак. Иначе мы изначально сразу попадаем по статье номер 65 «Порушение вымога в счете забеспечения маркувания». Говорили также мы с вами сегодня о простеживанности. Если вы, так как вы пчеловод, вы обязательно покупаете какие-то продукты на рынке, либо в специализированных магазинах. Обязательно покупайте официально данные продукты для осуществления своей деятельности. Платите официально за них, получайте накладные, получайте чеки о том, что вы купили данную продукцию. Делайте реестры своих потенциальных, либо официальных поставщиков. Это полезно и для вас, для того, чтобы вы могли дальше проанализировать деятельность данных поставщиков, и полезно с точки зрения законодательства. У вас есть официальный перечень поставщиков, у вас есть официальное подтверждение того, что вы купили свою продукцию для осуществления вашей деятельности официально. И у конкретных поставщиков, вы знаете их, вы можете обеспечить выполнение пункта о прослеживаемости на шаг назад. И, пожалуйста, если вы продаете свою продукцию не на рынке, я прошу прощения, если вы продаете свою продукцию, например, в магазин, либо на завод на переработку, выписываете накладную и отправляете свой товар по накладной. Тем самым вы обеспечиваете прослеживаемость на шаг вперед, то есть к кому вы продали свою продукцию. Опять же, данный пункт не касается тех, кто продает свою продукцию как сырье на рынке. ОСГ, не ОСГ, физические лица, пожалуйста, продавайте на рынке, обеспечиваете проведение контроля в лаборатории. На этом данный пункт себя исчерпывает к вам. Дальше, значит, поехали. Понятное дело, если мы продаем свою продукцию и при этом она изначально у нас не соответствует законодательству, о безопасности, то понятно, к нам будут изначально сразу применены страховые санкции, и мы будем отвечать в соответствии с статьей 65 данного закона. Аналогично, пропонувание до реализации або реализации харчевых продуктов або кормов, которые шкодны для здоровья людини или тварини. Пропонувание до реализации. Очень интересный, кстати, пункт. Пропонувание до реализации або реализации швидкопсувных харчевых продуктов, сроки, в которых их сохранения закончились, но они не стали шкодными для здоровья человека или животных. То есть, если мы указали на этикетке, что срок придатности данного продукта стекая в такую-то дату и продаем данный продукт, неважно где, скажем, Дэшпромиспоживслужба может нас оштрафовать в соответствии с данным пунктом, даже если наш продукт не стал вредным для здоровья человека, то есть сохраняет свои показатели качества, сохраняет свои показатели безопасности на допустимых уровнях, но при этом сроки реализации стекли нас тоже могут оштрафовать в соответствии с 65-й статьей. Дальше. Порушение значений параметров беспечности объектов санитарных заходов и укормив, установленных законодательством про харчевые продукты и докормы. В начале данной презентации я вам показывал перечень нормативных актов, в том числе, которые регламентируют микробиологические показатели, показатели по загрязненности продуктов питания. И если данные показатели выходят за пределы норм, то, понятно же, наши продукты становятся вне закона. Повторюсь, что все нормативные акты можно будет скачать на сайте Рады. И, кстати, сайты Держпромспоживслужб в каждом регионе они зачастую имеют закладки, имеют места на своих сайтах, где можно скачать законодательные акты. Причем они разделены на тваринного та рослинного походжения. Можете ознакомиться также на сайтах Держпромспоживслужб. Очень познавательные сайты, пожалуйста, тоже знакомьтесь. У них тоже бывает очень много разной полезной информации. Дальше, то, о чем мы с вами говорили, невиконание решения посадового особи компетентного органа, его территориального органа, про знищение небезпечного харчового продукта. Ни, про это мы не говорили, но сейчас расскажем. Пищевые продукты опасны в результате проведения анализа данного продукта. Если анализ показал, что данный продукт опасен, должны быть уничтожены. При этом они должны быть уничтожены производителем за свой счет. Если случилось так, что производитель не уничтожил, и Держпромспоживслужба выявила это, к нам могут быть применены штрафные санкции за невыполнение предписания наказа Держпромспоживслужбы. Аналогичный пункт по ненаданной информации Держпромспоживслужбе говорит о том, что ваш продукт стал почему-то по какой-то причине небезопасным. То есть, если вы отправили, скажем, продукцию свою в торговую сеть без проведения анализа, либо проведение анализов совместили с отправкой продукции, и оказалось, что продукция ушла, а результат показал, что продукция небезопасная, значит, вы обязательно должны уведомить Держпромспоживслужбы о том, что продукция, которая ушла в реализацию, небезопасная. На данном этапе к вам не будут применены штрафные санкции, если вы данную продукцию вернете обратно, отзовете и извлечете из торговой сети. Значит, вы самостоятельно решили данный вопрос, у вас данный вопрос был на контроле, и Держпромспоживслужба к вам не будет иметь никаких претензий. Если случилось так, что данный продукт вы отправили, вы увидели, что продукт не соответствует требованиям безопасности, и решили, а, пусть идет, ничего не будет. Случилась какая-то проблема с потреблением данной продукции у конечного потребителя. Конечный потребитель обратился в Держпромспоживслужбу, Держпромспоживслужба пришла в торговую сеть, выявила несоответствующий продукт, а соответственно, конечно же, выявила и того, кто поставил данный продукт. Выяснилось, что данный продукт был отправлен с нарушениями, то есть заранее известно было, что продукт не соответствует. Значит, вы изначально будете нарушителем закона, и к вам будут применены штрафные санкции довольно ощутимо. Если случилось так, что вы безосновательно не пустили к себе на производство ветеринарного инспектора, Державного инспектора. Данный Державный инспектор может выписать на вас тот же самый припись за нарушение законодательного акта, и также вы будете оштрафованы. Значит, я вам говорил о том, что единственный вариант, когда вы не пустите на законных основаниях к себе на предприятия государственного инспектора, это отсутствие у государственного инспектора законодательно установленных документов для проведения проверки. Это единственный случай, когда вы можете не пустить к себе на производство ветеринарного инспектора. Значит, хочу сказать, что каждый зарегистрировавшийся в государственном реестре потужностей в конце концов попадает в реестр, не в реестр, в план проведения проверок на очередной год. Значит, насколько часто производитель будет попадать в данном плане на инспекцию, будет зависеть от риска данного предприятия. Рисковость данного предприятия также считается в соответствии с законом, по определенным формулам. И в зависимости от того, насколько риск получения на данном предприятии небезопасной продукции высок, настолько часто будет данное предприятие в данном плане проверок фигурировать. Значит, хочу сказать о том, что на данный момент мелкие производители и производители первичной продукции практически не попадают в данный план до тех пор, пока на них не будет, скажем так, заведено дело. То есть не будет какой-то, какой-то конечный потребитель не заявит о том, что он получил какой-то негатив от потребления продукции. Значит, реестры проверок, графики проверок также вывешивается каждой службой в регионах на своем онлайн-сайте на очередной год. Пожалуйста, можно посмотреть в онлайне, точно так же, как и реестр потужностей. Что еще? Ну, в общем-то, наверное, еще много всего всякого условностей, о них можно говорить долго. Ну, на сегодня мы, наверное, закончим. Я вас сегодня уже и так больше часа задерживаю. Я вам хочу сказать большое спасибо за то, что вы слушали меня в течение больше часа. Практически все те, кто пришел на мероприятие, они остались на нем. Я хочу вас попросить еще раз о том, чтобы вы скачали, зашли на сайт Верховной Рады, скачали те документы, которые касаются бджолярства. Вы можете, в общем-то, в поисковике на сайте Верховной Рады так и забивать бджолярство, бджил в поисковике. Вам будет высвечиваться перечень законодательных актов, подзаконных актов, которые касаются данного вопроса. Вы можете вбивать за номером, искать данные законодательные акты. Знакомьтесь с ними, потому что вы все прекрасно знаете, что если ознакомлен, значит вооружен. Посмотрите еще раз данную презентацию, увидите, какие законодательные акты к вам относятся. Я не представлял те законодательные акты, которые относятся к предприятиям, которые выращивают потомство, выращивают маточное поголовье. К ним тоже есть определенные требования, законодательные акты. Пожалуйста, скачивайте, ознакомьтесь, если такие здесь присутствуют. Пожалуйста, пишите свои вопросы на мою электронную почту, она приведена на данном слайде. Либо же на почту UHDP. Будем рассматривать данные вопросы. Будем идти к вам навстречу, организовывать еще вебинары, рассматривать те вопросы, которые вас интересуют. Большое вам спасибо за внимание, большое спасибо UHDP за предоставленную возможность. Большое спасибо Максиму Алексеенко за то, что он нас сопровождал сегодня, за то, что он организовал данную встречу. Большое спасибо вам, огромного вам здоровья, успехов в ваших всех начинаниях, успехов в бизнесе. Пусть этот бизнес приносит к вам, конечно же, экономическую выгоду, радость. Рад был всех вас видеть, спасибо вам большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова